Уважаемые коллеги, в связи с появлением различных версий обстоятельств атаки турецкого истребителя F-16 на российский самолет Су-24М в небе над Сирией 24 ноября, хочу представить вам всю фактическую картину этого беспрецедентного по своей вероломности события. При выполнении боевой задачи 24 ноября в результате огневого воздействия произошло чрезвычайное происшествие, боевая потеря самолета Су-24М с бортовым номером 83. В 9 часов 15 минут поступила боевая задача нанести удар в районе НП Кипир, Мартлу, Захия на севере Сирии. Для выполнения данной боевой задачи были определены два экипажа самолетов Су-24М, в том числе экипаж в составе подполковника Пешкова Олега Анатольевича и штурмана капитана Муракина Константина Валерьевича, самолет номер 83 с боевой зарядкой по 4 Афа в 250-270. Экипажем была назначена зона дежурства в воздухе в районе населенного пункта Маорет-Эн-Нуман на эшелонах 5800 и 5650 метров соответственно. Взлет в аэродромах МИМИМ произведен в 9 часов 42 минуты, в 9 часов 52 минуты Су-24М вошел и 34 минуты находился в зоне обнаружения реализационных средств ВВС Турции. Через 20 минут после занятия экипажем в зоне дежурства в воздухе с командного пункта авиабазы МИМИМ поступила команда на уничтожение скомпления боевиков в заданном районе. Экипажи последовательно выполнили пометание по двум назначенным целям и осуществили повторный заход левым разворотом для поражения оставшихся двух назначенных целей. В процессе нанесения удара по цели, расположенной на удалении 5,5 километров к югу от госграницы Турции, в 10 часов 24 минуты экипаж подполковника Пешкова выполнил пометание, после которого был сбит ракетой воздух-воздух с самолетом В-16 турецких ВВС, взлетевшим с аэродрома 8-й авиационной базы Диар-Бакир, расположенного на территории Турции. При анализе видеозаписи индикатора воздушной обстановки, поступившей с командного пункта ВВС Сирии, ПВО Сирии, обнаружена отметка о воздушной цели, осляющей полетной скоростью 810 километров со стороны Турции в направлении госграницы с курсом 190 градусов. После сближения турецкого истребителя с самолетом Су-24М на расстоянии равном дальности пуска ракеты 5,7 километров, что свидетельствует о нахождении самолетов В-16 над территорией Сирийской Арабской Республики, истребитель выполнил резкий маневр вправо со снижением и пропал с экрана индикатора воздушной обстановки. В соответствии с материалом объективного контроля средств ПВО, турецкий самолет находился в воздушном пространстве Сирии 40 секунд и углубился на ее территорию на 2 километра, а российский командировщик государственную границу Турции не нарушал. Пуск ракеты подтверждает экипаж самолета ведущего. После боевого применения по цели и разворота влево на курс 130 градусов, он наблюдал слева от себя факел и слева Бея Владима, о чем доложил в эфир руководителю полетами. В 10 часов 25 минут руководитель полетов зафиксировал пропадение революционной отметки на индикаторе кругового обзора от самолета Су-24. На его дальнейшие запросы и запросы экипажа самолета ведущего подполковник Пешков не отвечал. Необходимое подлетное время самолета Ф-16 с авиационной базой Диар-Бакир из положения дежурства на земле к месту пуска ракеты составляет 46 минут. Из них 15 минут подготовка и взлет самолета и 31 минута время полета к рубежу пуска. Таким образом, перехват самолета Су-24М из положения дежурства на земле с авиационной дрома Диар-Бакир невозможен, так как необходимое время подлета превышает минимальное время для атаки цели на 12 минут. При этом результаты бекинного контроля РЛС Сирии подтверждают нахождение в воздухе двух Ф-16С в зоне дежурства с 9 часов 11 минут до 10 часов 26 минут в течение 1 часа 15 минут на высоте 2400 метров, что говорит о заранее спланированной акции и готовности истребителей действовать из засады в воздухе над территорией Турции. Необходимо отметить, что прекращение маневрирования самолета истребителя в зоне дежурства и начало быстрого выхода в определенную точку пуска произошло за 1 минуту 40 секунд до максимального приближения самолета Су-24М к сирийско-турецкой границе. Способ выхода самолета Ф-16Н в зону разрешенного пуска в непокривой погоне свидетельствует о наведении истребителя с наземного пункта управления. Действие житурецкого самолета после пуска ракет над территорией Сирии, форсированный развод от потери высоты и уход под нижнюю границу зоны обнаружения средств ПВО также говорит о вероломности и плановости действия экипажа. При этом средствами эффективного контроля аэродрома Хмимим и самолета ведущего не зафиксировано ни одного запроса экипажа турецкого самолета в адрес наших летчиков на оговоренной ранней частоте. Удивительная готовность турецких СМИ к освещению инцидента. Удар ракеты воздух в воздух ошлен пилотом самолета Ф-16 в ОС Турции в 10 часов 24 минуты и уже через полтора часа видеоролик с падением самолета был размещен на Ютубе турецкой частной телекомпании. Ракурс съемки позволяет определить ее возможное место. Оно находится на территории, контролируемой радикальными террористическими группировками выходцев из Северного Кавказа и бывших республик СССР. Оператор знал время и место, с которого было бы возможно сделать эксклюзивные кадры. Оперативное появление в месте приземления пилота, банд боевиков и публикация видеоролика с данными происшествиями в интернете через полтора часа свидетельствует о заблаговременном информировании террористов о готовящейся провокации для ее видеодокументирования и размещения снятых материалов в социальных сетях интернета. Все эти факты явно свидетельствуют о заблаговременной подготовке к уничтожению самолета и информационному освещению этих действий с применением ВС Турции незаконных вооруженных формирований турецких информационных агентств при активной поддержке средств массовой информации. Руководство авиационной группировки России после подписания 23 октября 2015 года меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, осуществляющим руководство коалиционными силами, неукослительно выполнялись меры по предотвращению инцидентов между военными и воздушными судами Минобороны России и стран-коалиции, участвующих в операции. В соответствии с этими договоренностями с пунктом управления ВС России на ВИБАЗе ХМИМИМ представителям ВС США была заблаговременно передана информация с указанием в районном применении нашей пары оборудовщиков Су-24 и занимаемых эшелонах. Поэтому заявления различных официальных лиц Турции о том, что они не знали принадлежности нашего самолета, вызывают недоумение. Более того, турецкое военное руководство грубо нарушило все международные законы и порядки действий по охране государственной границы в воздушном пространстве. Также хочу особо обратить ваше внимание, что от турецкой стороны после трагедии не последовало ни извинений, ни предложений помощи в поиске и эвакуации экипадов. Несколько слов о поисково-спасательной операции, которая была проведена для эвакуации с места приземления штурмана самолета Камилана Мурахтина Константином Валерьевичем. Хочу выразить благодарность всем ее участникам за четкие, слаженные действия, выдержку и холоднокровие, проявленные в сложившейся обстановке ночи в окружении боевиков, приведших к благополучному возвращению летчика на свой аэродром. Как только капитан Мурахтин оказался в безопасности, по районам, где его успешно искали боевики, усиленно искали боевики, и еще несколько других хорошо оснащенных экипированных групп, были нанесены более чем массированные сокрушительные удары нашими бомбардировщиками. В заключение хочу сказать, что горжусь летчиками Воздушно-космических сил, техниками, командирами, обеспечивающим персоналом, которые выполняют боевые задачи в рамках борьбы с международным терроризмом в Сирии. И хочу выразить свои глубокое соболезнование родным и близким подполковника Олега Пешкова и рядового Александра Позынича, который погиб, спасая наш экипаж. Мы не бросим семьи наших товарищей и будем оказывать им всю необходимую помощь. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.